Первое сентября – самый волнительный и трогательный день в жизни этих мальчишек и девчонок. Первая учительница, первые уроки и много всего нового. На свою первую линейку они пришли нарядные, с букетами. Кого-то и вовсе не видно за цветами, за спиной взволнованные родители. Здесь же и четвертые классы, как поддержка новичкам. К тому же школа большая, больше 1200 учащихся. Приходится организовывать даже несколько линеек. Сегодня на нашей линейке не случайно собрались первоклассники, для которых все первый раз. И четвероклассники, которые являются выпускниками начальной школы. Я думаю, что те, кто поднялся на ступенечку выше, на один класс старше, то есть вы, четвероклассники, очень соскучились по школе. А для первоклассников сегодня все впервые. Я думаю, что вы и волнуетесь, и тревожно вам на душе. Но мне хотелось бы, чтобы эти волнения были приятными и радостными. Не бойтесь ничего. Вас сегодня встретят, от ваших мам примут ваши вторые мамы, добрые, милые учителя, первые ваши учителя, которым вы можете доверять все, что угодно. Многие из первоклассников ходили в подготовительные группы, и сегодня они выступали на линейке. В школу я бегу в припрыжку, мама, ты не провожай, за меня тишкашку ману и в машинке поиграй. Осень не ступила, высохли цветы и глядя турыры, горы пусты. Вянец и жертей, травка на ругах, только зеленеет осень на полях. Ребята, перешедшие в четвертый класс, чувствуют себя уже раскованнее. Какой портфель, такой и его хозяин. В лесу живет лесовичок, не в каждом доме домовой. В часах живет часовичок, в воде, конечно, водяной. Любой из них известен нам, и каждый мастер в своем деле. Пожалуй, нам пора узнать, а кто живет в твоем портфеле. Наверное, там живет портфельный, а может, портфельчонок. Знаток секретов школьных дел, мальчишек и девчонок. Ну а в школе, как оказалось, живет школьный домовой. Он обратился к ребятам с просьбой беречь школу, соблюдать порядок и зачитал указ. Все с сегодняшнего дня в школу допускаются. Все уроки, как всегда, в восемь начинаются. И большим, и маленьким, и грустным, и веселым, худеньким, и толстеньким, и с веснушками, и без. Приказно учиться, чтобы было чем гордиться. И вот уже звенит первый звонок нового учебного года. И вместе со своей первой учительницей новые ученики переступают порог школы. Первый Г-класс! Классный руководитель Девчонки Револьга Васильевна! Дети в классе на первом уроке, а за дверью родители. У нас сегодня в семье праздник. Дочь пошла в первый класс. Мы очень рады этому событию, которое для нас совмещает и радость, и некое волнение, поскольку все-таки школа – это такой ответственный момент в жизни каждого человека. 11 лет теперь она будет отдана школе, будет получать знания. Поэтому еще раз хочу сказать, что этот день и волнителен, и радостный для нас. Но, наверное, не меньше родителей, а может и больше волнуется сама учительница. Она ведь теперь будет для первоклассик второй мамой. Я встречала сегодня своих первоклассников. Конечно, я немного переживаю, как у нас сложатся отношения, ведь каждому ребенку нужно найти подход, каждого заинтересовать, с каждым подружиться. Вспоминаю я и свой первый класс 4 года назад. За это время эти дети стали у меня родными, близкими. Всех поздравляю с днем 1 сентября. Желаю учителям и детям взаимной радости, взаимного общения. Дети этот день ждали и готовились. Мы учились в одном детском саду, в одной группе «Садик Радуга». И мы как сестры. У меня уже все готово, портфель. Я готовилась к школе, я очень стремилась. Я писала брописи, училась писать, читать и документы. Я учился читать целый час читать. Еще я прочитал сказку мелкими буквами Ивана Царевича, «Садик Радуга» за это лето. Сейчас им все интересно, и важно, чтобы желание учиться было и дальше. Ну а первая учительница в этом поможет.